Здравствуйте, коллеги! В этом уроке мы с вами немного поговорим о BASH. В интерфейс командной строки Linux и macOS встроена командная оболочка BASH, которая обладает широчайшими возможностями по работе с файлами, процессами и сетью. В силу своей распространенности BASH очень популярен. Мы даже посвятили ему отдельный курс, где разбираем все полезные тестировщику утилиты. На нашем же курсе мы будем пользоваться некоторыми командами, которые позволят быстро переключаться между папками, создавать новые файлы и искать по ним. Если у вас macOS или Linux, вам не о чем беспокоиться, все нужные команды уже встроены в ваш терминал, и вы можете пропустить этот урок. А вот в Windows такого функционала нет. В этом легко убедиться. Давайте нажмем пуск, напишем cmd, запустим командную оболочку, и здесь напишем команду ls. Как видите, она не является внутренней или внешней командой. То есть этой команды сейчас в нашей оболочке нет. У систем от Microsoft есть свой аналог командной оболочки BASH, но и команд там меньше, и распространены они куда хуже. Поэтому для того, чтобы проходить курс вам было удобнее, мы установим в Windows стороннюю программу, которая будет выполнять те же функции, что и BASH, и научим ее работать прямо из терминала Windows. Делается это просто. Для начала нам нужно скачать и установить программу, которая называется Cygwin. В угле пишем Cygwin, выбираем первую ссылку, и нажимаем вот сюда. Ждем скачивания и запускаем наш файл. Учитывайте, что Cygwin это сторонний софт, не связанный напрямую ни с одной из OS, просто он повторяет поведение Unix Utility. Нажимаем запустить, соглашаемся, и здесь жмем далее. Выбираем install from internet, дальше далее, и здесь выбираем папку, в которую мы будем устанавливать Cygwin. Обязательно запомните ее адрес, он нам потребуется. Я рекомендую устанавливать его в дефолтную папку Cygwin64 на диске C. Жмем далее, далее, также если у вас нет прокси, то далее. Здесь можно выбрать какое-нибудь из зеркал, можно выбрать абсолютно любое. Дальше начинается скачивание, и появляется вот такое окно. Здесь можно выбрать, какие именно утилиты нам нужны, но так как сейчас нам нужны только базовые утилиты, здесь мы менять ничего не будем. Жмем далее, далее, ожидаем окончания установки, и здесь, если хотите, можете выбрать создать иконку на рабочем столе или добавить иконку в меню старт, но нам они не потребуются. Нажимаем готово, и теперь мы могли бы запускать Cygwin из отдельного терминала и использовать его вот таким образом. Если мы наберем здесь команду ls, мы увидим, что она успешно работает, так же как и, например, команда cd. Но это все еще не так удобно, как работать из родной консоли Windows, поэтому давайте добавим Cygwin вот сюда. Для этого переходим в этот компьютер, нажимаем правой кнопкой «Свойства», здесь нажимаем «Дополнительные параметры системы» и «Переменные среды». В переменную path нам нужно добавить ссылку на то место, где у нас лежат инструменты. Выбираем эту переменную, здесь жмем «Создать» и пишем адрес наших утилит. «C Cygwin64». После этого ставим еще один backslash и пишем «bin». Сохраняем нашу переменную, нажимаем «Ок». Здесь соглашаемся со всеми окнами. Дальше обязательно закрываем консоль, иначе она не подгрузит новые переменные. Запускаем ее еще раз, пишем «cmd». Здесь пишем «ls» и видим, что теперь у нас команда работает. Отлично, теперь у вас есть все нужные инструменты для работы с курсом. А на этом мы заканчиваем наше занятие и переходим к следующему.